И из того переживания просто стараешься, правда, подбодрить. Потому что слушая его свидетельства, насколько он любит Бога и желает, чтобы Бог в нем еще больше имел первенства, ты видишь, как сатана просто нападает на него, пытается держать его в этом законе, и говорит, что ты недостоин. Поэтому, правда, многие вещи я говорю из того, что пережил. Сам пережил то, что мы переживаем с друзьями. Поэтому всегда хочется ободрить вас, поддержать. Потому что, как Юджин говорил, мы все с вами из одного теста. И мы переживаем в основном одни эти битвы. И даже вопросы, которые иногда сейчас слушаешь, задают вопросы. Я вспомнил, у меня были во время этого роста, у меня были точно такие же вопросы. Поэтому даже ответы иногда отдаешь из того, что уже сам пережил. Но это самое лучшее, что может произойти. Не то, что ты там выдумал, но то, что действительно тебе открыто на практике. Знаю одно, друзья, что Господь доведет до конца. И невеста, она будет проявлять Христа. Потому что это предначерчено. И даже то семя, которое в вас залегает, оно и предназначено к этому. А если оно предназначено к этому, оно не может произвести какой-то другой плод. Просто не может. Пока мы в этом теле живем, у нас, конечно, есть вторая натура, с которой мы постоянно боремся. Пророк сказал, что единственное существо на земле, которое имеет две натуры, это христианин. Он приходит на землю с двумя натурами. Поэтому у вас одна натура, это натура от этого мира. А вторая натура, это натура Христа. И они между собой борются. Борются. А какая побеждает, вы, наверное, сами знаете. Которую подкормите. Как начинаешь кормить эту падшую, она начинает брать вверх. А когда позволяешь Духу Святому тебя поддерживать, позволяешь Духу Святому говорить к тебе, это тебя обязательно укрепит. И его характерные черты не меняются, друзья. У него одна цель – ввести нас и позиционно разместить. Так что, пусть вас Господь благословит. Вы огромное благословение. Правда, я когда позавчера встал и увидел, я потом ехал домой с Сашей, я просто в шоке. Я сколько помню, брат Павел, он приезжал к нему, он всегда говорил, а его брат Вин научил. Он сказал, говорит, говори так, чтобы это поднимало веру. Поэтому всегда хочется видеть то, что укрепит людей. Есть, конечно, иногда такое, где надо поправить так, но бывают такие, но очень редко такие мысли. В основном, ободрить хочется людей. Потому что Бог освящает Словом, Бог оправдывает Словом, Бог исправляет Словом, Бог рождает Словом, позиционно размещает тоже Словом, ничем больше, только Словом. Поэтому, когда видишь этот принцип, что Бог, когда творил землю, Он творил ее Словом, Он искуплял ее Словом, Он восстанавливал ее Словом, поэтому понимаешь, что и сегодня не будет восстановления, кроме как только Словом. Поэтому слушай это Слово, это Слово будет вас выравнивать, это Слово будет вас благословлять. А иногда Он исправляет, но я говорю, Он исправляет так нежно. Говорит просто, Слово говорит. И то, что там, ну, ты понимал что-то не так. Ты слушаешь это Слово, оно тебе выравнивает. Вот так вот. Иногда Он может, правда, допустить, но по одной причине, чтобы мы обратили на Него внимание. Он может, ну, какие-то вещи допустить, но не исправить. Ты обращаешь на Него внимание, Он тебе снова начинает говорить и исправлять в этом. Только Слово это все производит. Милость Его, правда, великая. Когда смотришь, израильский народ, который постоянно там роптал на Него, там Он все равно их ввел. Все равно Он двигался с ними, оберегал их. Заботился о них. Каждый день. И вы ничего не переживете вне того, что уже переживали. Поэтому при исходе, как я и говорил, это первая встреча наша, вы будете проходить те же самые битвы, которые проходили там при первом исходе, при втором исходе. Поэтому, когда читаешь даже книгу Ниеми, и ты видишь, как это Товия подымается. Я хотел за него что-то сегодня тоже сказать. Но Товия, если посмотреть в Писание, там говорится, раб Амманицкий. То есть он был аммонитянин. И был еще там священник один, который позволил Товии войти и разместиться, и жить в храме. Ну, там комнату он ему отвел. И там, говорится, он был его родственник. Но что касается Товии, то записей о Товии не было в книге родословия. А того было, и иногда я где-то слышал такое, что почему не записывали из-за того, что его отец мог быть, ну, он не был в этом евреем. Понимаете, да? То есть где-то не было записи именно его это родословно. Но когда ты читаешь эту характерную черту Атовии, там описывается, что когда Бог привел Неемию и Ездру, и сам царь наделил его властью для того, чтобы он производил работы по восстановлению Иерусалима. Я знаю, что мы сегодня являемся этим городом, который необходимо восстановить. И наш царь наделил нас властью сегодня, чтобы все, что необходимо для восстановления, было выдано. Есть эти письма. Поэтому мы сегодня видим, что пришло послание, которое нас снабдило всем необходимым для того, чтобы мы были восстановлены. В послании это все есть. Все даровано для того, чтобы были восстановлены. Уже больше ничего не придет, что-то сверх, знаете, сверх этого послания. Нам уже все это дано. Это надо только принять, поверить в это. И двигаться в этом. И этот Атовия, он всячески начал препятствовать. Он начал вредить, начал высмеивать. Начал чинить там препоны. И они там, вот лисицы там, вы там стены восстанавливаете. Придут лисицы, все это розетят. То есть, вы помните, эти два духа, они все так же будут и сегодня. Один дух, дух Христа, будет вас помогать, вам восстанавливаться. А второй будет дух, всячески подрывать то, что делает Господь. Я не говорю это, ну, на кого-то там пальцем тыкать, вообще не надо. Я говорю, он здесь вот, этот дух приходит. Может, через кого-то. Ну, я говорю, что этот дух, этот нечистый дух, Товия, он будет всегда пытаться остановить Божьи действия. Почему я говорю, что смотришь на человека, а они сомневаются. Я знаю, что это Товия трудится. Это он всячески прилагает свои усилия. Но ему и будет доказано, когда вы восстанавливаетесь. Это и доказывает, что не вы это делаете. Потому что никто своими силами не способен просто произвести восстановление. Только Бог это может сделать. И этот Товия, он добрался до священства. Он вошел именно в этот храм, жил в этом храме. И когда пришел Ниемия, он это дело все вскрыл, обнаружил и выгнал. Этого несчастного, пытавшегося занять позицию, которая ему не принадлежит. Поэтому я вижу, что дух Христа, он сегодня тоже производит это отделение. Он вскрывает этот дух Антихриста и изгоняет его. Поэтому невеста, она будет непобедима. Она просто будет видеть его. Пророк с этим боролся, с этими мыслями, которые к нему постоянно приходили. И он их то же самое просто прогонял. Игнорировал их и показывал. Вот сюда посмотри, видишь в этом. И вы помните, даже когда умирала его собственная дочь, он то же самое подошел, этот сатана, и говорит, ну вот ты столько трудился для Господа, а вот теперь умирает твоя дочка. И он говорит, тогда я, говорит, сказал эти слова, говорит, и я верю, что это не я сказал, это он сказал. Он говорит, Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господа прославлено. Вы идете тем же путем. И ваш путь, он будет свидетельством того, свидетельством Божьей славы. То, как было об Иисусе за свидетельство, а так и о невесте будет за свидетельство. Так что. Ну конечно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Своим словом в детях совершить. Бог связал на себя ковердование. Он обязан слову своему. Посылает он свое дыхание, чтобы стену выстроить ему. Оживляет гости. Он сухим. Под его главенством восстает новый город из камней пожженных, где свет агнется, ранен и швы. И не забывай, но еще не забывай. Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого избрал себя евреев, чтобы написать этот закон. И вдруг везде и пророк говорил, что Бог не хотел давать закон. то есть они вынудили его как это неправда ну я думаю частично в этом то и есть правда потому что для того чтобы мы могли увидеть что законом невозможно жить но кто то должен был попробовать этим двигаться для того чтобы нам было сравнить с чем то поэтому где то это должно было выразиться поэтому конечно пророк показывает что говорит самая большая ошибка которую совершили евреи после того как они распяли Иисуса на Голгофе это была их первая ошибка а вторая это то что они приняли закон но это не значит что его не должно было быть теперь мы можем видеть потому что закон вообще-то он хорош потому что закон это то же самое слово правда же да этому Иисус когда пришел он тоже сказал я не пришел его я пришел его не нарушить я пришел его исполнить и он его исполнил закон вот а в другом месте сказано что он отменил закон посланник еврея по-моему там говорится я говорит отменил закон но он не просто его отменил он его изменил потому что то что там говорится в законе невозможно исполнить своими силами а закон он может вас обличить закон может показать вашу неспособность закон может показать где правильно где неправильно то есть как бы неплохо но закон может посадить нас в тюрьму но вывести из тюрьмы он нас не может для того чтобы выйти из тюрьмы нужна благодать и порога говорит что от самого начала бог запланировал людей вывести благодатью точно как он с Авраамом заключил этот завет безусловный если поначалу мы видим что он когда разговаривал с Адамом он говорит если вы вкусите умрете потом он разговаривал там с этим сноем потом он разговаривал там с Авраамом и говорит что так и так говорит ну да сноем вот а с Авраамом он заключает безусловный завет и он говорит что я дам я дал эту землю вам пойдите и завладейте ей поэтому мы знаем что сегодня наше обетование об этой буквальной жизни Иисуса Христа вот оно уже наше поэтому единственное как мы можем завладеть этой землей это только лишь верой поэтому он и показывает что именно указывает на дух Христа что невозможно жить сегодня без духа Христа вот исполнить это без духа Христа только Христос может исполнить и мы видели как он исполнил этот закон и сегодня невеста она точно так же выразит этот закон поэтому конечно закон это часть как бы слова поэтому на евреях было показано это, что закон не способен совершить искупление. Но для этого нам дана благодать. А благодать, она благодать, она благодать. Ты не можешь заслужить благодать. Да. Люби Господа, дай ближнего. Абсолютно. Аминь. Я сейчас тоже, когда говорил с вами, невозможно исполнить слово, не имея любви. То есть, ну, пророк показывает это в проповеди «Брак и развод». Говорит, вы не исполните. Богу даже, я думаю, не нужно, чтобы мы исполняли это как букву. Он не хочет этого. Но когда ты действительно имеешь его любовь, а его любовь – это его дух. Поэтому, когда ты имеешь его дух, ты хочешь исполнить это слово. Брат Брандхам говорит, что, когда к нему подошел, о, да если бы я, говорит, так, говорит, если это действительно так, так я могу, говорит, там все бары пооббегать. Помните это? Он говорит, ну, это и показывает, что ты еще не принял дух. Говорит, ну, если бы ты, говорит, принял дух Христа, говорит, он бы тебя никогда, говорит, не повел бы по этим барам, даже эти мысли бы, не захотел бы ты с ними соединяться. Спасибо. 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 Но когда в нем появляется эта любовь, он уже доверяет. Там едет в машине, я могу вам просто команду просто дать, даже через машину прямо сидеть, вот так вот показывать. И он прямо там через машину садился, и это его сохраняло. То есть он уже доверялся, вот эта любовь уже такая, вот уже была. И сколько раз вот это защищало даже, и когда там другие собаки какие-то, он прямо настолько, ну, как одно с хозяинами, они на него не накрасывали даже. Ну, такой маленький, как несет. Я бы на нем вот это покрасила. А так интересно, а потом мы тогда стали читать «Иньяна», «Путешествие перед ним». Ой, у тебя, мама, это книжка была. Вот уже потом мы уже вышли как раз в Адвентистов. Что там Адвентистов как раз это спорили, там правильность поверить, там или это. А Адвентистов все еще какие-то, да, 17 лет, а он там описывает все, вот это, что Агай, вот это вот представляет закон. Так это еще как-то было известно. А люди сейчас об этом спорят, об этом говорят. Агай, по сути дела, и не замечают того главного вообще, что Бог пытается показать людям. Абсолютно. Поэтому, как вы говорите, что у него появилась вот у этого щенка любовь к хозяину. Вот, поэтому во всем-то и заключается, если посмотреть даже вот Ефесянам, там вторая глава, там говорится, что «И сие, говорит, не от вас». «Праведность, она от веры, говорит». «И сие не от вас, это Божий дар». Поэтому, когда ты видишь, что нам сегодня с вами обетован этот Дух, Дух Христа, и его невозможно заслужить, и Бог сам приходит сегодня в жизнь каждого сына и раскрывается для него. Для чего он это делает? Для того, чтобы это слово ожило. То есть, тот закон, который сегодня люди силятся сами. Вы знаете, это просто, я не завидую таким людям, которые пытаются что-то... Да и сам был время. Ну, я думаю, каждый проходил. Потому что даже одно из испытаний, которое, как я и говорил, в пустыне выпало, что они приняли закон. То есть, сегодня каждый сын, он будет идти этим путем, и он станет перед этим выбором. Либо законом мне двигаться, либо мне двигаться за Духом дальше. Потому что, когда ты не видишь в себе некоторых вещей, видишь обратное проявление, ты начинаешь, ну, приходит это давление, и ты хочешь исполнить, ты хочешь Богу угодить. Ну, я не один такой. Я не один такой. И ты становишься перед этим выбором. Но, знаете, самое удивительное, что, когда ты проходишь правильно, делаешь этот выбор правильно, ты на шаг ближе становишься к обетованию. Ты на шаг ближе становишься к этой обетованной земле, к позиции. А если нет, тогда кружочек дадим еще. Опять зайдем на повторный круг. Но мы все проходим сегодня. Мы проходим через горечь. Мы проходим через... Когда там, ну, не один ты, Моисей, тут свят. Все общество свято. Вы поймите, что, ну, не пойдем мы другим путем. У нас будет вот эта вот битва здесь. И когда ты делаешь правильный выбор, Господь еще дальше делает нас, продвигает. Поэтому и ты видишь, что единственное, как может это ожить, слово в тебе, это только лишь через рождение свыше. Никак больше. А рождение свыше – это то, что нам обетовано. Ты не сможешь, правда, выработать. Ты даже святую жизнь, моя святость Богу не надо. Мы святы с вами по одной причине, что мы отождествились со Христом. Вся наша святость из-за того, что я отождествился со Христом. Поэтому все мои ошибки, они покрыты под кровью. И Бог не видит моих ошибок. Я свят, потому что Он уплатил цену за меня. Его кровь делает меня святым. И если я принимаю эту святость, тогда та жизнь, которая была в крови, она сходит на меня, и она меня освящает. Она изменяет мое мышление. Она убирает желание этого мира быть, ну, понимаете, да? А если я это сам, то даже апостол Павел писал, что наша святость – это для Бога, как запачканная одежда. Ему не надо наша святость. Ему уже есть то, что делает человека святым – Христос. Он уже уплатил цену, Он уже проложил этот путь. Мне надо просто поверить и двигаться за Ним. Он не обитован. Я говорю, что настолько все просто. Когда Иисус умер, я не знаю, я вам в воскресную проповедь завтрашнюю уже все рассказал. Но это часто бывает. Я в пятницу тоже так соберемся, все расскажу в воскресенье. Бог ущем оживляет. Он пришел для того, чтобы сделать нас этими способными. Поэтому, когда даже Бог творил, помните, 6 дней творил, а на седьмой почил, Он уже все сделал. А потом все взял сыну передал, чтобы сын управлял всем этим. Сегодня то же самое. Бог все соделал. И теперь Он хочет просто это передать сыну. Нам с вами передать, чтобы вы могли управлять этой землей. Он наделяет нас сегодня, восстанавливает в этих правах. Поэтому, когда седьмая печать, мы говорим, седьмая печать – это сошествие Христа с раскрытой книгой. Эта книга – это правовой документ, который нас сегодня восстанавливает в этом. Но за это надо посражаться будет. О чем я и говорю. На этом пути будут восставать все эти духи, все эти, ну, не смотрите на них, игнорируйте, сравнивайте их с Писаниями. Вот. И не выходите с позиции. Поэтому на Иисуса, когда сошел Дух Святой, Он его тоже в пустыню повел. И он там был испытан, проверен. И мы пойдем тем же самым путем. И вся Библия указывает, что она совершит этот подвиг. Она выразит Христа. Даже на Рахиле. Почему она там умерла? А вот если бы он ее похоронил в Хевроне, тогда бы не совпал бы этот прообраз. А настолько же Иаков, если посмотреть можно, да, он там бежит там на это, в этот, от своего брата, вроде как и преступление совершил. А когда ты смотришь, ну и в этом Христос выразился. Потому что Христос тоже ушел от евреев и попал к язычникам, к нам с вами. А что там произошло? Когда Иаков пришел, он увидел Рахиль. Он увидел невесту, поэтому он пошел туда за Рахилью. Поэтому и сегодня Христос пришел к нам, к язычникам, за этой Рахилью, за вами. И у него там жена, это Лия, у него там Зелфа, у него там Овала. И мы видим, что сегодня много церквей. И многие рождают это, сыновей. Но любимый это Иосиф и Вениамин. Как вы и говорите, Иосиф представляет языческую невесту, а Вениамин представляет 144 тысячи. Так что, все это указывает на нас, на Христа. Такое. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну мы помоложе, и нам легче. Анатолий мне в папы годится. Да он и есть мой папа, наверное. Павел Анатолий. Володя Рябов. Потому что я питался от их служений. Я рос. Володя Иванов тоже. Там хоть небольшая у нас разница. По-моему, лет пять. Но все равно я благодарен Богу, что давал Господь эти служения. Ездить с ним учиться. Вот и И попав в Гродно, я говорю, первый, как-то мы немножко еще так, при первой встрече еще немножко, как с Анатолием, ну, изо всех этих событий, вот, за братовина, то, что этот, мне это нравится, служение братовина, а им не очень. Вот, но это не препятствие, честно говоря. И так вот, просто молился, говорю, Господи, дай мне правильные слова, просто правильные слова, чтобы были эти отношения восстановлены. И можно, конечно, знаете, показать там, да я прав, да я это, вот. Но я начал вспоминать, когда мы присели, я еще попал на день рождения брата Анатолия. И мне начали приходить на память те моменты, когда приезжал брат Анатолий, служил у нас. Вот, и то, как он свидетельствовал, как Господь сверхъестественно его там использовал. И я начал вот это вот, ну, брат Анатолий, я помню ваше свидетельство, помню, как вы оставляли церковь, семью. Это всегда тяжело, едешь куда-то, ну, переживаешь эти все давления, битвы. Потому что, когда ты говоришь, ну, то ведь тут, как тут. Это всегда давление. И пока я говорил, его лицо менялось. Оно менялось, и он просто загорелся. И счастливый шашлычок у меня начал в тарелочку ложиться. Такие кусочки получше. Брат Анатолий уже там подкладывал это. Вот, и я говорю, Павлик, ты, говорю, извини, ты мой друг, говорю, ну, он твой папа. Вот, и я его ценю. И я, прежде всего, говорю, просто должен оказывать ему дань уважения. Вот. Ну, а у Павлика я служил словом. И я, как сейчас, помню эту мысль, которую Господь мне тогда благословил. Если посмотреть вот на Иосифа, да. Иосиф был духовный человек, как пророк говорит. И мы видим, как на Иосифе Бог показывает, он ему показывает этот сон. Ну, эти сны, два сна. Вот. Но Иосиф должен был вырасти в своем служении. Вот, поэтому, когда Иосиф взял эти два сна и принес там папе, вот, ну, и истолкование этого сна привело к тому, что против Иосифа все там и братья, и папа там, так, папа тоже, ты что, говорит, что я тебе поклониться там должен, что ли. То есть, само истолкование этого сна, ну, сон-то правильный, с ним все хорошо. А истолкование было принесено таким вот образом, что это привело к замешательству. Кто-то может сказать, нет, это духовная вещь, там, эти братья неправы. Ну, и это истолкование привело к тому, что они его просто взяли и хотели вообще грохнуть, но и зарубимо, и его просто продали. И когда Иосиф прошел этот путь, мы знаем, что за все это время Бог настолько сформировал Иосифа, что был отточен его дар в Иосифе. И в нем вообще не осталось никакой горечи к братьям. Ну, правда? Если посмотреть на братьев, все эти события, они их привели в такое состояние, что они дорожили потом друг другом. То есть, казалось бы, вот если смотреть поверхностно, то это, этот прав, этот неправ. Эти, эти, ну, то есть, можно, да, да, они негодяи, они там поступили. Но все то, что произошло, оно привело к тому, что Иосиф вырос духовно. И уже в конце, когда он говорил, говорит, все то, что случилось ради того, чтобы сохранилась жизнь. Бог допустил эти события, чтобы сохранить жизнь. То есть, понимаете, даже сон, который Бог ему дал, его истолкование заключалось в том, чтобы жизнь, что жизнь будет сохранена. Я тебя подниму, говорю, для сохранения жизни. Вот. То есть, даже Иосиф вырос в своем даровании. Иосиф вырос в своем служении. То есть, эти события помогли и братьям, и Иосифу. Поэтому я верю, что, друзья, мы идем таким же самым путем. Мы можем смотреть, винить друг друга. Однако же, когда ты сын, Бог знает, через что нас провести. Потому что ничто в нашей жизни не происходит без Божьего ведома. Это Он все допускает. Это Он создает эти обстоятельства. Поэтому Бог допустил и те обстоятельства. И мы знаем, это исполнило прообраз Иисуса в Иосифе. Правда? Я помню, по-моему, кто-то приезжал, проповедовал, что Иосиф вообще-то был ябеда. Ну, правда, он все там докладывал. Он был у папы любимчиком. И он все докладывал папочке. Что там, братья, то козленка сожрут, то еще что-то там. И Бог настолько сформировал характер Иосифа, потому что он должен был сформирован быть. Каждый сын, приходящий к Богу, у него должен выработаться этот характер. А характер – это же не дар. Характер – это победа. Поэтому он ведет нас сегодня именно этим путем, для того, чтобы мы заимели характер Христа. Поэтому что происходит? Иосиф занял свою позицию и имел характер. И братья. Они ценили друг друга. Они защищали. И потом, вы помните, когда он там Симеона оставил. Они готовы были все бросить из-за Симеона. А потом за Вениамина то же самое. Говорит, если, говорит, его, с ним что-то стучится, отец этого не вынесет. Так что, таков наш путь. Хочется, знаете, правда, идти таким легким путем. Чтобы все у нас как по маслу было. Да, я читал эту цитату. Говорит, это не Божий путь. Божий путь, он действительно через потрясение. Потому что земля, когда эта земля творилась, Бог творил ее тоже через потрясение, через все эти, ну, знаете, как эти извержения. Все это формировалось, эта земля. И мы сегодня формируемся таким же самым образом. Дух Святой нас сегодня проводит через эти вещи. Ну, цель, ну, как это, конец у нас у всех один. Мы достигнем того, что сказал Господь. Он и показывает нам. Но вы дойдете, вы проявите. Для чего? Не для того, чтобы мы это. А чтобы мы, когда нам тяжело смотрели в конец, на финиш. Помните, когда описывает пророк этого мальчика на велосипеде? Говорит, в чем секрет того, что ты победил? Все же сошли с дистанции. В чем твой секрет? Говорит, я, говорит, не смотрел вниз. Я, говорит, смотрел вперед. Я смотрел на финиш. Поэтому смотрите и вы вперед. Смотрите вы туда. На тот финиш. Может. Да я могу в вашу защиту еще и сказать больше. Пророк сказал, он был совершенен. Он совершенный прообраз Христа. Но я говорю, что кто-то из братьев... Ну, честно говоря, если бы на меня кто-то там капал папе, я бы его ябедой считал. Конечно, я не прав. Так и есть. А этот, может, чтобы папе угодить. Так вот поступал. Ну, мы не будем. Можно, правда, можно считать и так, и так. Но в любом случае, этот путь, который прошел Иосиф. Он сформировал в нем характер. И те перестали папу обманывать. Потому что они готовы были ради своей выгоды какой-то. Ну, евреи. Они ради выгоды готовы были что-то провернуть. Там у них же папа тоже был же хитрец пробивной. Мои гены папы. Буду по плоти. Я по-любому буду похож на своего отца. Как брат Вин говорит. Мне, говорит, достаточно посмотреть физически это. Так это твой отец. А как? Физические вещи они проявляют. Но для того, чтобы этот физический, он не сможет победить. Ему вообще, вот этому физическому, не относится обетование о победе. Не для него это победа. А мы смотрим на него. О, у меня нет победы. Ты не на того смотришь вообще-то. Победа обетована внутреннему. Ему обетована победа. Поэтому вопрос-то решенный. Дайте внутреннему вырасти. Дайте внутреннему первенство. А он возьмет под контроль потом и внешнего. Это факт. Я, кстати, пока рассматривал вот этот вопрос, что вы задали, сестричка. Я столько накопал там. Оказывается, в основном-то народы, с которыми потом сражались евреи, это их родственники. В основном родственники. Аманитяне. Взять Амалика. Амалик, вы знаете, что это племянник вообще-то Якова. Племянник. То есть Исаф. У него родился Илефас, по-моему. Сын. И у этого сына родился Амалик. То есть получается, да, двоюродный племянник. Яков был двоюродный племянник этого Амалика. А Амалика, вы же помните, да, что там случилось. Бог сказал, тяжба моя с Амаликом. И вплоть до, было сказано, полностью уничтожь Амалика. Истреблюсь лица земли. Поэтому, когда Бог давал обетование Якову, что это земля твоя. А именно, ну, все вот эти вот народы, они, есть обетование, что земля принадлежит истинному семени. А эти пытались ее всегда занять. Поэтому, наше родство... Да, из Амалика. Ну, еще, когда читаете в Библии, колено Симеона, оно истребило последних Амаликитян. Именно колено Симеона. Да, я почему... Она родственница, ближняя. И Иусеи. И Иусеи тоже там, по-моему, этот внук Исава. И Думеи. Вот, это что же там, этот, как у Авраама, который родился, этот, от Агария. Так что... Да, он не выдержал. Когда Давид не услышал его совета, Ахитофела. Сын Давида, да, он повесился. Да, я думаю, это тот же дух Иуды. Потому что, опять же, если сравнивать эти два духа, его совет был для того, чтобы поразить Давида. Там говорится, если бы только сын прислушался к совету Ахитофела, то Давиду был бы конец. Настолько у него был этот дар очень сильный. Я думаю, сам Господь не дал Ахитофелу прислушаться к совету Ахитофела. Поэтому и сатана знает, как нас сегодня погубить. Он же нас, как облупленных, знает. Знает наши слабости, знает наши... И просто Господь не даст сатане, просто не даст к нам притронуться. Просто не допустит, чтобы мы были уничтожены. Поэтому даже посмотрите, если по всей Библии, то всякий раз, когда сатана выдвигался, чтобы уничтожить Иисуса, помните, да? Когда царь этот Ирод услышал о том, что родился Иисус, что он сделал? Сразу указ этот издал, чтобы уничтожить всех младенцев. А Господь взял и сокрыл Иисуса. В Египет они ушли. То же самое с Моисеем. Мы видим, что Моисея Бог сокрыл. Хотя все младенцы там их скармливали крокодилом. Понимаете? То есть сегодня то же самое. Он знает, как нас уничтожить. Он знает, как до нас добраться. Но Бог не даст. Просто не даст. Поэтому было сказано, что елея и вина не повреждай. И даже когда потом у Авраама этот Авимелех хотел взять Сару. Вот правда, интересный вопрос. Там в Эдемском саду сатана подошел и овладел Евой. А здесь Бог запретил ему, этому духу, прикасаться к Саре. Поэтому сегодня то же самое. Просто Бог не даст этому мудрому. Потому что, когда вы читаете, это описывался царь Тирский. Это, по-моему, в Езекииле, да, там, описывается. Говорит, ты венец там мудрости. Ты там печать совершенства. Такие вот вещи описываются. И Господь его просто закроет глаза для того, чтобы он не достиг вообще к невесте. Не прикоснулся. Иначе бы его этот заговор, он бы удался. Но Бог его просто удержит. Не даст ему этого. Ну, так может. Если б не благодать Божья, нам бы всем крышка. Правда. Причина, почему мы еще дышим, двигаемся, только его благодать. Он нас хранит. Порой мы не верим в его благодать. Мы сомневаемся в нем. Но он-то от этого не изменится. Он исполнит то, что обещал. И она сегодня выразит Христа. Но то, что происходит на земле сегодня, правда, это сильные вещи. И эта смерть, которая скачет, она же сегодня поражает всех людей. Всех людей поражает. И лишь одно сказано, говорит, те, у кого печать, к тем не прикасайся. Те, которые имеют Святой Дух, этому Духу запрещено прикасаться. Те, которые запечатаны. Не знаю. Там, если посмотреть на этого сына Давида, последний этот, как его, который хотел уже Соломона, вместо Соломонова царица. Не-не. Амнон. Амнон. Потом же этот сын, который красивые волосы у него этот были. Весолом. Он же, они же метили все на царство. Вместо Давида. И Господь просто взял и Амнона остановил. Во время, когда он хотел воцариться, Господь просто взял и вскрыл его планы. И тогда воцарили именно Соломона. И тот хотел же, что же, воцарить. Авиа Солома. Ничего не получится у них. Сегодня Господь настолько тайны раскрыл, которые нас вводят в этот дух, в позицию, что у него просто нет шансов. Адония, да. Адония. Адония. Последний этот, Адония. Хорошо. Я обычно спокойно не говорю. Правда, в этом большая нужда. Мы сейчас вот тоже в Донецке, это сколько трудимся, в Ростовском. подставляем плечо брату Василию. Он, наверное, вашего возраста, брат Викторов, брат Василий. Куль. Постарше. Ой, это старец. Ну, просто, я не знаю, его хочется видеть, целовать. Все время. Вот, и помогаешь там, чтобы вот эти... А они тоже этот... Нам общения хочется, нам хочется этого общения. И Бог дает. И сейчас видишь, насколько они там довольны, радуются. Сатана вскрывается. И не занимает свою позицию. От нашего собрания тоже вчера у нас было общение. Передают привет. Женя, брат Женя. Они с папой очень хорошо. Папа может выйти так. Ну, тоже его папа. Брат Володя. Хорошие вещи так подмечает. Тоже может. Ну, заострить на этом внимание. Вот. И стараешься, правда, учить. Наблюдайте за тем, что проповедуется. Потому что Дух Святой, он обычно, необычно, он движется, он всегда ведет одну тему. И у пророка есть такое. Говорит, мы остаемся, говорит, на определенных мыслях до тех пор, пока не увидим, как люди в это входят. Вот. А раньше, вот сколько помню, правда, обо всем проповедовали. Всех слушали, обо всем проповедовали. Ты много знаешь, но ни во что толком не вошел. Насколько были научены, насколько понимали, настолько мы так и шли. А сейчас, когда видишь, здорово видеть, когда твоя опора, твои эти, которые стоят рядом, братья, они могут просто взять и продолжать те мысли, еще больше укреплять людей. да, единство духа, это факт, в союзе мира. хорошо. Ну, да. Что будем делать, брат Виктор? Заканчивай, да? Да. Я всегда переживаю, все вам расскажу, а потом думаю, господи, да что ж я еще могу сказать? Не, это вам кажется. Правда, живешь, самое большое давление, когда вот ты не знаешь, что говорить. Ну, вот увидел. Божьи дела. Рукой сильный Бог их выводил. Испил Египет, чашу ясли сполна. А для Израиля Бог море разделил. Народ увидел Божьи дела, поток благословений в Боге сил. Но как случалось что-то, то едва хоть кто-то вспомнил, Бог не подводил. Все дай, да дай, дай мясо или воду, благослови вот в этом или в том, как Дед Мороз сюрпризом для народа, как будто только это нужно в нем. Бог показал дела свои народу, но Моисею он открыл пути. Хотя служение это на свободу, и в землю слова не могло ввести. У Иордана переход служения. Иисусу Навину дает Бог поручение. В пустыне вымерли все духи ворчуны, и люди веры с правильным мышлением через печати перешли в громы. И тот же голос, Божие главенство приводит тело слова к совершенству. Никто пред ним не может устоять, но вы и демонов все те, кто в нем наступят. Своей земли ни дюйма не уступят, врагу придется все, что взял, отдать. Спасибо. 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 Спасибо.